Пока легче представить, что мы входим в гимназию, чем в княжеский дом по этим формам судя. Поэтому я сразу перечислю известнейших выпускников 4-й мужской гимназии. Это Николай Егор Джуковский, Константин Сергеевич Алексеев Станиславский, Алексей Михайлович Ремизов, Савва Тимофеевич Морозов, Сергей Тимофеевич Морозов, Кровитель Левитана и создатель музея Кустарного, и некоторые другие. Меньше, чем в арбатской части города в гимназии, меньше знаменитых. В конце противоположного флигеля об этой округлости помещается так называемый кабинет. Вот этот план, но мелко, да? Вот коридор в первом этаже, он простой, да? Ориентирован на этот вход под аркой. А вот такие странные изломы во втором этаже, которые обходят разные выпуклости основных. Двусветного овального зала. И в этом случае помещение церкви должно быть в том углу, где сейчас Сашина группа. И это действительно соответствует фотографии с полком, которую он нашел. То есть часть гимназистов, если говорить уже не о временах Трубецких, не умещалась в храме и стояла в двусветном зале, а на хорах шла собственная служба, да? Священно-действие. Вот, если Саша там вышел, то мы можем ждать. Переместиться. Что ж тут уголку по ним перекрестка получается. На плане любого этажа здесь нет третьего этажа. Здесь есть первое и второе. Четыре угловых круглых помещения. Вот мы их последовательно обходим. Но мы в третьем. Это планы первого и второго. Но принцип тот же самый. В третьем. Понимаете, да? Это срезанные углы. Видите, комната не прямолинейная. Они выходят в проезды между домом и флигелями. Вот этот и этот. Понимаете, да? Значит, на этом этаже осталось интересным центральное помещение, выходящее на покровку со стеклянной дверью. Но там еще работают. Нам сказали, что попозже, может быть, куда можно зайти. Оно тоже свочное, огромное. Как стало? Начало говорить, что это в целом. Сейчас здесь уже работаешь. Не сперва, 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 не сперва. Поскольку много таких округлых овальных помещений еще и свочных, некоторые авторы воображают здесь совершенно ракальный интерьер. Соответствует снаружи полный круг. Это те самые люкарно-упрощенные ванглоры. Вот они в действительности такие полуслепные. Пока мы здесь, я очень хочу показать вам, изображение Марсового зала в усадьбе Трубинска. Комод Знаменское садки. Думаю, все эти можно найти. Это по всякому вообще производители. Это именно эти когда-то. Здесь оконный голодный. Корона. Я так понимаю, это все можно найти. Друзья, мы приготовили продолжение. Да, на самом деле. Уже ранне классический, в полной мере. Хотя между тем и этим год, два, три. Фактически получается, что Матвей Апраксин это человек из такого родственного окружения покойной Елизаветы. И одновременно это окружение абсолютно лояльное к Екатерине. Не просто лояльное. Екатерина благодарна Гендрикову за события 1962 года. Он хоть и переезжает в Москву, но он в полном почете. Вот может быть так, не углубляясь в детали, в качестве предварительной версии объяснить елизаветинство, что ли, этого дома и этого двора. То есть, это елизаветинские люди, ставшие Екатериницей. Федор, их общий отец, строит дом, который многие наверняка видели, когда обходили вдовий дом на Тудоринской площади сзади. Ядро вдовьего дома, барочное, это дом Федора Андреевича Апраксина, сына Бесящего. Этот фасад уже экспонирован, по-моему, очень суховато получилось. Лет 10 назад его сделали. И наследником Федора там, во вдовьем доме, становится Михаил. Но за земляным валом так всегда был статус такой городской полудачи.